Сегодня самый холодный день из всех, которые были в 2016 году. В Барнауле днём температура опустилась до минус 20 градусов. Ночью в некоторых районах края было ещё холоднее, до минус 37. Для кого-то такие морозы страшнее, чем для остальных. Речь идёт о людях без определённого места жительства. Как и где они переживают холода, какие способы изменить свою жизнь могут выбрать и почему далеко не все бездомные спешат обрести крышу над головой, расскажет Яна Аксёнова. Бездомных животных, как правило, мы жалеем гораздо больше, чем бездомных людей. Однако лишиться крыши над головой может каждый, причём совершенно неожиданно. В Барнауле существует несколько мест, где такие люди могут получить поддержку, хоть и временную, но необходимую. Это центры социальной адаптации, психологической помощи, а также религиозной организации. Главный двигатель в механизме исправления жизненных ошибок – вера и религия. Так считают в большинстве благотворительных организаций, которые помогают бездомным. Одна из таких – центр пробуждения. В основном сюда обращаются люди с алкогольной или наркотической зависимостью. Пускают всех, ограничений нет. Кто-то приходит на пару дней или переночевать, кто-то остаётся дольше. Если понимают, что пора менять свою жизнь, главное правило этого приюта – не пить и не курить. Если человек чувствует в своём сердце желание, находит изменить жизнь, то он остаётся. Если вдруг ему дороже бродяжничество, алкоголь, сигареты, то, конечно, он выбирает для себя сам. То есть мы никого не удерживаем. В приюте говорят, на такую реабилитацию уходит от 6 до 10 месяцев. Одно из главных лекарств – труд. Те, кто здесь живут, стараются сами заработать для общего котла – на продукты, одежду и книги. Занимаются уборкой улиц, устраиваются разнорабочими. Условия для жизни скромные – кухня и спальня. Одновременно здесь могут находиться 12 человек. В приюте посчитали – зимой на ночлег просятся до 40 в месяц. Помочь стараются всем. Здесь понимают – в тесноте, да не в обиде. Направить свою жизнь в верное русло получается не у всех. Например, в прошлом году это удалось всего десятку постояльцев. Они наладили отношения с родственниками, кто-то нашёл работу и арендовал жильё. Бывший наркозависимый Александр Сковородько сам когда-то жил в приюте. Вернул отношения, вернул родных, близких, восстановил семью. Я благодарен за жену, за детей. Я на самом деле благодарен, потому что есть стимул жить, трудиться, работать. Место встречи изменить нельзя. Каждый день постояльцы кормят горячим обедом других бездомных. Недалеко от приюта есть специальный пункт кормления. Главный по раздаче еды – Иван Старцев. Три года назад также бродяжничал и приходил сюда на обеды. Я очень долго пил, очень долго кололся. В таком плачевном состоянии, вот на этих отходниках, без целей, как бы без какого-то видения в будущее. Просто незачем жить человеку. Ну, такое состояние. Теперь исправился и отвечает за питание других бездомных. Горячий чай, каша, бутерброд с колбасой – все это для них деликатесы, которые бродяги могут получить бесплатно. Здравствуйте, как вам такой обед? Нормальный. Вкусный? Да. Часто приходите? Каждый день. Нет, иногда. Вот в пятницу, в пятницу не было. Но я это самое. Я домиком подрабатываю. Временную крышу над головой бездомные могут получить в Центре социальной адаптации. Таких в Крае-2 – в Бийске и Барнауле. Каждый день сюда обращаются по 70 человек. Принимают не всех. К примеру, людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ночлег запрещен. Перед зачислением у будущих постояльцев спрашивают справку о прохождении флюорографии, проводят внешний осмотр и выдают чистую одежду. Одновременно центр может принять 72 человека. Зимой, как правило, свободных мест нет. Однако это не значит, что в помощи откажутся всем. На первом этаже есть пункт обогрева. Каждый человек может оказаться в такой трудной ситуации. Поэтому никто не застрахован. Мы относимся к ним, как к обыкновенным людям, которым нужна помощь. И мы им помогаем. Кому-то помогаем восстановить паспорт, что немаловажно. После этого человек может устроиться на работу, заработать деньги, снять какое-то жилье. Некоторые у нас тут обретают семьи. Вячеслав Зыбин – постоянный жилец центра. Днем работает, сюда приходит ночевать. В 90-е отбывал наказание в тюрьме. Когда в 2005-м вышел на свободу, оказалось, что жить негде. С тех пор время от времени приходит в центр. Как у любого человека, у Вячеслава есть мечта. Да мне бы какую-нибудь квартирку. Она все равно, сама обстановка, вот эти 70 человек, все равно каждый уделяет свою ауру. Наверное, какая-нибудь там однокомнатная, малотемеечка какая-нибудь. Чтобы там с ванной пришел, помылся, сварил, отдохнул. Как правило, бездомные знают, где можно получить еду, переночевать и какие есть способы вернуться к нормальной жизни. Среди этих людей хорошо работает сарафанное радио. Другое дело, что многие из них предпочитают романтику бродячей жизни, а не долгий и сложный путь к исправлению. Яна Аксенова, Юрий Бирюков, Новости.